Для того, чтобы другие люди перестали вас использовать, а вы смогли отказывать без чувства вины и стыда, очень важно внутренне принять этот выбор. Выбор себя. И эта практика поможет вам выбирать себя, а не других. Для начала просто прослушайте эти фразы. Я буду обращаться к вам на «ты» для усиления эффекта от практики. Ты имеешь право быть для себя на первом месте. Ты имеешь право ошибаться. Ты имеешь право на свое мнение и на свои убеждения. Ты имеешь право менять свое мнение, свои действия, свои идеи. Ты имеешь право выражать протест против несправедливого отношения к тебе. Ты имеешь право запрашивать разъяснения у людей, когда тебе это нужно. Ты имеешь право попытаться изменить все, что тебе не подходит или тебя не устраивает. Ты всегда имеешь право обратиться за помощью или за эмоциональной поддержкой. Ты имеешь право чувствовать то, что чувствуешь. Ты имеешь право игнорировать советы других. Ты имеешь право получать признание за хорошо выполненную работу и за твои старания. Ты имеешь право отказывать и говорить «нет». Ты вправе побыть наедине с собой, даже если кто-то хочет провести с тобой время. Ты имеешь право не оправдываться. Ты имеешь право не брать на себя ответственность за чужие проблемы. Ты имеешь право не отвечать на вопросы, когда не хочешь. Ты имеешь право претендовать на уважительное и достойное отношение к себе. Ты имеешь право решать, как с тобой можно и как с тобой нельзя, чего ты достойный и чего нет. Нет, решаешь ты, а не кто-то другой. Это твое решение. И это твое право. Ты всегда имеешь право взять столько времени, сколько тебе нужно, на то, чтобы обдумать свое решение. Ты имеешь право сообщать о своих желаниях и просить о том, чего ты хочешь. Ты имеешь право сделать меньше, чем в твоих силах. Ты имеешь право решать, что тебе делать с твоим телом, с твоим временем и любой твоей собственностью. Ты имеешь право отказывать без чувства вины или без ощущения себя эгоистичным человеком. Важно проговорить эти фразы своим голосом, вслух или мысленно. Поэтому я специально оставила паузу после каждой фразы. Я имею право быть для себя на первом месте. Я имею право ошибаться. Я имею право на свое мнение и на свои убеждения. Я имею право менять свое мнение, свои действия и свои идеи. Я имею право выражать протест против несправедливого отношения ко мне. Я имею право пытаться изменить все то, что меня не устраивает. Я имею право обращаться за помощью и за эмоциональной поддержкой. Я имею право чувствовать то, что чувствую. Я имею право игнорировать ненужные и непрошенные советы других. Я имею право получать признания и похвалы за хорошо выполненную работу и за свои старания. Я имею право отказывать и говорить «нет». Я имею право побыть наедине с собой, даже когда другие хотят моей компании. Я имею право не оправдываться. Я имею право не брать на себя ответственность за чужие проблемы. Я имею право не отвечать на вопросы, если и не хочу. Я имею право претендовать на достойное и уважительное отношение к себе. Я имею право взять столько времени, сколько мне нужно, чтобы подумать, прежде чем принять решение. Я имею право просить о том, чего хочу и сообщать о своих желаниях. Я имею право решать, что мне делать с моим телом, временем и любой моей собственностью. Я имею право отказывать без чувства вины и без ощущения себя эгоистичным человеком. Я имею право требовать разъяснения у людей, когда мне это нужно. Я имею право сделать меньше, чем в моих силах. Я имею право решать, как со мной можно, а как со мной нельзя, чего я достойна, а чего нет. Это мое право. Решаю я. Друзья, вы очень помогаете каналу, когда ставите лайки, комментарии, делитесь видео с друзьями или в своих соцсетях. Поэтому, если вам понравилось, делитесь, активничайте, вы очень поможете каналу. А также в телеграм для вас есть дополнительный контент практики любви к себе, саморазвития. И мы там тоже с вами можем быть на связи через кружочки, через чат. А также есть дополнительный контент на бусти. Если вы делаете донаты на бусти, то вы получаете доступ к дополнительным материалам. Увидимся в следующих видео.